Новые объекты образования, модернизация существующих, тепло и доступная среда. На очередной сессии городского Маслехата подводили итоги подготовки учебных заведений города к предстоящему учебному году. В том числе речь шла о проходившей ремонтной кампании и о планах на предстоящий период. Подробнее у Ирины Вобещевич. Камеры видеонаблюдения установлены в 78 школах, а в остальных школах 100% камерами обеспечены, висят еще старые камеры, в трех школах имеются собственные камеры. Идет конкурс на подключение к ЦОУ. Руководитель отдела образования отчитался о готовности учреждений к началу учебного года. В приоритете безопасность детей особое внимание к развитию инклюзивного образования. Соответствующие классы появились в 66 учреждениях образования. По-прежнему остро стоит вопрос перегруженности школ. Таковых 15, а в школе Ебрай-Алтанцарина на Гульдере из-за загруженности в 229% вынуждены ввести трехсменку. На территории этой школы началось строительство зданий школ на 300 мест в одну смену, что позволяет частично разрушить школу лицеем Ебрай-Алтанцарина. Также начато строительство еще двух школ на 2000 мест в микрорайоне Гендала и на 600 мест в Кунгей. Одной из проблем всегда было отсутствие внешкольных организаций при Шахтинске. В мае здесь началось строительство дома творчества школьников. Особое внимание должно быть к учету потребностей маломобильных посетителей планируемых объектов, высказался депутат Нияз Сундиталиев. Учтите вопрос доступности. И все вводимые вновь объекты в эксплуатацию на них тоже. Пожалуйста, обратите внимание по доступности для лиц с инвалидностью. Подготовка к отопительному сезону сейчас на повестке дня. Почти все образовательные организации получили акты готовности. В трех школах заканчивается ремонт отопительных систем. Текущим ремонтом в каникулярное время в целом были охвачены 29 организаций за счет подушевого финансирования. Депутаты инспектировали все эти объекты и сделали замечания по организации ремонтов. Демкинг со стороны поставщиков. Осуществление ремонтных работ объектов образования, неукомплектованность необходимой техникой строительных фирм и штатам. Зачастую специалистами низкой квалификации, что безусловно сказывается на качестве и сроках проводимых ремонтных работ. Еще ряд замечаний будут учтены и приниматься в работу. Речь зашла о планируемых работах. Относительно спортивного зала школы номер 50. В настоящее время данный вопрос находится на уровне разработки проектной смертной документации для строительства конкурсной разработки ПСД на строительство пристройки к зданию школы 50 города Караганды. Объявлено 9 июня на сумму 19,6 миллионов. В 50-й школе в июле прошлого года упала крыша в спортивном зале. Рассматривается вопрос не просто восстановления строительства двухэтажной многофункциональной пристройки. По мнению депутата Михаила Кузева, необходимо рассмотреть строительство бассейна. Мы в этом плавательном бассейне будем оздоравливать детских лагерей при школе. Не только наши три школы, которые на Финском. У нас в микрорайоне ЖБИ, 11-е, 50-е на Финском. Но и другие школы, возможно. Он будет загружен, он востребован, он нужен. Также депутаты поднимали еще ряд вопросов строительства детсадов в Кунгее, школьной формы, горячего питания, безопасности, дефицита мест при приеме детей в первый класс и ряда других.